Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта продолжают мониторинг аварийных и брошенных объектов на территории Тверской области. Поводом для этого послужили многочисленные жалобы со стороны жителей Верхней Волжи. Только в Твери, по данным ОНФ, за последние месяцы, произошло сразу несколько пожаров в нежилых зданиях. Все они являлись аварийными и длительное время пустовали, оставаясь при этом доступными для социально неблагополучных граждан. Неэксплуатируемая школа номер пять в пролетарском районе Твери. Аварийное здание регулярно попадает в новостные сводки. Так, в начале октября девочка-подросток, рискуя не только здоровьем, но даже, пожалуй, и жизнью, в поисках острых ощущений, забралась на крышу аварийного здания. Принимая различные позы, она делала селфи, ходила по краю кровли, находясь на волосок от трагедии. По всей видимости, пыталась взять на себя роль так называемого руфера, представителя современной городской субкультуры, приверженцы которой посещают крыши зданий и строений. На этот раз лишь чудом удалось избежать трагедии. Впрочем, школа на улице Заслонова не единственное место, которое, будучи заброшенным, представляет опасность для любителей острых ощущений. Так, серьезную обеспокоенность у представителей ОНФ вызывает, например, недострой, находящийся недалеко от речного вокзала. Здесь самые разные проекты собирались реализовать. Кто-то хотел магазин построить, кто-то хотел еще какие-то зоны, в основном под коммерческое использование. Но среди жителей тоже нет единой мысли в плане использования этого объекта. Мы знаем, что здесь и криминальные случаи происходили, и машины сжигали жителям. Конечно, место видовое очень важно, и, конечно, здесь нужно принимать экстренное решение о его дальнейшем использовании. Еще один объект, который попал в поле зрения Общероссийского народного фронта, недострой на Беженском шоссе. Долгое время здание простаивает, вызывая повышенный интерес у любителей побродить по заброшкам. Объект полностью, конечно, виден брошенный, окна выбиты, стеклопакеты даже разбиты, разруха и полное запустение. Чувствуется, что объект просто брошен. Такое колоссальное здание по размеру, все заброшено, им очень опасно. Здесь, я думаю, что могут какие-то подростки, наверное, играть. Похожая картина на площади Капашвара. Те же недостроенные руины и та же опасность для детей и подростков, которые любят лазать по подобным зданиям. А ведь такие объекты отмечают в региональном отделении ОНФ. Не только уродуют облик областной столицы, но и угрожают безопасности горожан. Не говоря уже о том, что они ничего не привносят в казну города. И таких зданий по всему Верхневолжью множество. Только по официальным данным Народного фронта в Твери зафиксировано 10 проблемных объектов. В Балагом — 7, в Вышнем Волочке — 5, в Конакове — 2. На сегодняшний день ответы на обращения ОНФ получены только по Твери. Снос зданий, например, в Пролетарском районе города запланирован на период 2021-2026 годов. Но есть и такие объекты, судьба которых пока неизвестна. Например, вот эти полусгоревшие бараки, многие годы уродующие своим обликом одно из лучших видовых мест Заволжского района областной столицы. Здесь постоянно собираются наркоманы, асоциальные личности. Место видовое, потому что рядом здесь находится грибная база, парусная школа, гостиница «Юность». К сожалению, решить проблему вот этих сожженных домов мы не можем на протяжении уже, наверное, 8 лет. Дабы ускорить решение этой проблемы, активисты ОНФ направили обращение в прокуратуру. Также общественники планируют провести новый мониторинг заброшенных зданий в Твери и приглашают жителей области сообщать о всех подобных потенциально опасных объектах. Направить информацию можно на почту регионального отделения ОНФ. В сообщении необходимо указать адрес объекта и приложить фото здания. Более подробно об этой проблеме разговор пойдет в программе «Тема дня» в среду на телеканале Тверской проспект.